Девушки отдыхают Что вам подарил Демарский на ваш сегодняшний день рождения? Демарский подарил замечательную книжку Но вообще тема дня рождения Это немножко не ко мне Потому что когда меня начинают поздравлять с днем рождения А я вас не поздравлял Ну спасибо, хоть первый нормальный человек Ну просто всегда Когда идут поздравления Это самое абсурдное, что можно придумать Потому что собственный день рождения Это то, к чему ни один человек Точно не приложил никаких усилий Ну отец вас приложил усилия? Ну папане, да, приложил Хотя до сих пор мой папане это вопрос спорный Вы же помните, да, что я когда был романтичен Я даже отправился искать отца в Оклахому В резервацию Это под Лоутоном Туда дальше гора Моушито И по идее даже нашел Он был наркоторговцем Погиб в перестрелке с полицейскими Я помню, я горжусь между прочим Подождите, но по моим последствиям, полученным от вас Отец был Каманч Каманч, совершенно верно И мне досталось от него фамильное реликвие Это черные очки за 20 центов Но, к сожалению, я вот случайно наехал на череп папы Потому что тело его бросили По привычке всех Каманч И без погребения И немножечко его раздавил Потому что это все было вечером поздно на джипе Мы тогда поехали искать могилу Но, в общем, такая вот древняя и занимательная фамильная история Честно говоря, у меня от вашей истории уже такой нервный смех В любом случае, я вас поздравляю И я Я понимаю, что вы, может быть, не готовы к этому Но все равно Поздравлять-то не с чем Потому что, если бы это было 30 лет назад Если бы я был поумнее Я бы все-таки собрал какие-нибудь папашины останки Там были и куски черепа, и волосы, и кожа И можно было бы сделать хороший анализ ДНК И установить Представлял, что такое гоплогруппы И предполагал, что достаточно было Вот такой простой, примитивный ритуалист Слушайте, а что Почему, может быть, из-за такой истории трагической с отцом вас занесло к иезуитам? К иезуитам А, вы имеете в виду статью Я прочитал в газете «Завтра» Статью о том, что вы, оказывается, воспитывались в иезуитском монастыре Да, просто как в Ж. Дмитрии Где меня учили резать трупы И где меня заставляли делать научные опыты И учили ненавидеть Россию А это как о вашем дне рождения мне опубликовали? Да Наконец меня разоблачили Я считаю, что эта статья действительно лучшая Потому что накал маразма, он ведь тоже требует какой-то оценки И креатива Поскольку это одно из самых высоких проявлений химически чистого маразма То статья, если не ошибаюсь, Фефелова О том, где я на самом деле воспитывался и что я такое Ну, это абсолютный предел и полный восторг Я ей присуждаю первое место и звание статьи недели Для слушателей наших хочу напомнить, что не только поздравления, но и вопросы можно присылать Номер 7-985-970-45 Александр, у нас тут последние пару недель проходит под знаком кадровой политики Потому что куда ни глянь, то какие-то отставки, то задержания, прямо скажем, не последних людей, то перестановки Вот сегодня у нас в Москве суд рассматривает вообще законность избуждения уголовного дела против высокопоставленных сотрудников СКР Про которых вы наверняка за эти две недели много чего слышали и читали Параллельно различные СМИ, вроде РБК пишет, что и дело-то может развалиться прямо на стадии вот-вот Что это такое было? Есть популярная версия, что, как обычно, война двух башен Одна спецслужба против других силовиков и так далее Но, может, это какая-то у нас смена силовых элит происходит, постпутинских таких Оксаночка, я вам охотно все это объясню, если вы наберетесь чуть-чуть терпения, да? Так Если вам, да, если вам известно, существует брестольский, брестольский, если не ошибаюсь, каталог форм и консистенции КАВА Он принят всеми клиницистами еще в 1997 году Для чего был создан этот каталог? Дело в том, что иногда больные стесняются или не могут описать врачу Больные, имеющие реальные проблемы, желудочные и кишечные, не могут описать, скажем так, ту форму и ту консистенцию, которая необходима И вот, когда я смотрю на любые рожи, любых чиновников, я понимаю, что, к сожалению, Кен Хиттон, который составлял этот блистательный клинический каталог Должен внести в него огромные и, я бы сказал, обширные, самые серьезные изменения Потому что в этом каталоге нету тех лиц, которые нам знакомы уже на протяжении, там, последних пяти или десяти лет знакомы то, что называется, до боли Но, к чему я веду разговор? К тому, что, сколько бы мы не меняли местами эти существа из брестольского каталога В любом случае, запах изменяться не будет Под запахом я имею в виду вот то вот государственное ощущение и то жизнеощущение, которое есть у нас у всех У тех людей, которые, к сожалению, зависят от этих полудурков И замена одних полудурков на других не должна вас особенно беспокоить Но у меня в связи с этими перестановками кадровыми есть один, все-таки, еще дополнительный вопрос Мне почему-то кажется, может быть, я ошибаюсь, что из всех этих перестановок, для меня, во всяком случае, самое важное, это замена посла на Украину И то, что туда попал силовик вместо вполне гражданского Зурабова Не сигнал ли это, на дипломатическом языке, замена посла, это всегда некий сигнал, да? Не сигнал ли это, так сказать, предстоящего обострения ситуации или какой-то ее радикализации? Нет, это запоздалая реакция на Савченко Потому что в результате в лице этой вертолетчицы мы имеем какое-то инопланетное, сильное тело Настолько решительное, настолько цельное, жесткое, целеустремленное и разумное Что никаких, пожалуй, аналогов в современной политике этой вертолетчицы нет Конечно, очень обидно, что ее бросили на произвол судьбы Что с ней не поработали ни в смысле стилистическом, ни одежном, ни имиджевом, ни речевом А чем, извините, вы имеете в виду сейчас, чем вам не нравится ее вышиванка, в которой она регулярно появляется? Ну, хреновенько это По ее силе, по ее статусу она выглядит достаточно колхозно и очень колхозно разговаривает При том, что мы сейчас обязаны честно говорить, что имеем дело с абсолютно уникальным явлением Оно настолько, вот насколько честна эта женщина Настолько понятно, что честность это то, чего не должно быть в политике, что там совершенно неуместно и неприменимо И она ведь предлагает те самые единственно возможные способы возвращения Украине Донбасса Которые и должны быть предложены разумным человеком И ее призыв преклониться перед матерями тех, кто был застрелен на Донбассе с той стороны Ведь это же на самом деле не отступление, не трусость, ее в этом невозможно заподозрить Это реальные шаги, которых украинская официальная власть, большая власть в лице Порошенко Так и не сумела, да и никогда не сумеет сделать Савченко реально может полностью переворотить всю картину При том, что мы понимаем, что Донбасс это проклятие и беда России Ведь Донбасс втянул и продолжает втягивать в Россию в совершенно идиотскую и позорную авантюру Ведь мы же оттуда вынуждены будем уйти Точно так же, как мы ушли с позором из Афганистана Точно так же, как мы уходили из всех вот этих вот точек подобного рода Понятно, что закончится не поражением, не победой, а просто позором И нашелся бы какой-нибудь волшебник, типа Сашенко, который бы избавил Россию от этой проблемы А девушка-то разворачивается, и девушка-то оказалась очень сильной и умной Мы-то ее хвалили, мы говорили про нее всякие добрые слова Когда она была узницей, когда она героически и великолепно вела себя в тюрьме И это, в общем, было во многом авансом Но она вышла и оправдала все ожидания Как Мигаил, что в эту систему вписывается? Да никак не вписывается Да и хрен с ним, и пусть и не вписывается В конце концов, вот без кого точно эта ситуация легко проживет, да без него Я насчет Сашенко не совсем понял Что именно она, по-вашему, оправдала? Ну вот наивная, согласитесь, она наивная Женщина, не знаю, девушка вышла из тюрьмы, вышла, наверное, к героине Но вот сейчас, мне так кажется, она растеряла вот это вот То, что в тюрьме приобрела, и что вот она может делать И вчерашнее заявление о голодовке Вот она объявляет голодовку в надежде на то, что Порошенко будет заниматься освобождением каких-то заключенных Ну и чего, это все ее инструменты Вас это восхищает? Она не переоценивает себя? Это очень красивый резонанс Нет, я просто удивляюсь, как этот слон в посудной лавке Савченко в политике Ухитрился разгромить и раздробить эту посудную лавку По крайней мере, в общественных представлениях о том, что такое вообще лавки В этом смысле она великолепна Плюс она демонстрирует несгибаемость, разум и честность Вот мы сейчас все будем иметь возможность полюбоваться на то, как разум, честность, последовательность, несгибаемость выглядят в реальной политике Насколько они малосовместимы с ней Но эксперимент блистательный и, с моей точки зрения, очень интересный Если вернуться к истории все-таки с кадровыми вот этими решениями последнего времени Туда есть еще одна большая история, которая называется Андрей Бельянинов Который занимал должность главы ФТС России У него довольно интересная биография И СМИ, среди прочего, писали про то, что он там после института был приглашен в ГГБ Там работал в других странах В том числе вроде как работал в ГДР И по утверждению ряда СМИ во время этой работы познакомился с Владимиром Путиным А потом вдруг случаются обыски в ФТС В СМИ попадает пленка Оксаночка, я знаю, это все знают Оксана, простите, что я вас перебью Вы когда-нибудь канал Дискавери смотрели? Ну, конечно Там есть специальная передача для рыбаков Так-так Вот там рыбу ловят Показывают, снимают И отпускают Вот примерно так же ведется борьба с крупными коррупционерами в России Точно по такому же принципу Главное вовремя и аккуратно вынуть крючок И отпустить оттуда Процесс существует Но результатов этого процесса никогда и никакого не будет Просто потому, что, к сожалению, коррупция это тот единственный двигатель Который еще как-то Еще как-то Позволяет функционировать госструктуру Если вы уберете коррупцию То, поверьте мне Разозленные чиновники тут же Поломают все свои шариковые ручки Выкинут к черту на теле в помойные ведра Свои штемпеля И уволят своих секретаршей И уйдут дальше Снова либо Кого-нибудь допрашивать, либо торговать паленой водкой Ну, вот громкие истории последнего времени Сечин и Шувалов Два Игоря Ивановича Да Сечин и Шувалов Ну, не ломают ручки Ну, правда, там пытаются в суд попадать Да, они просто не обращают внимания на все обвинения Практически не хочется ничем Потому, что это все тоже не борьба с коррупцией И зачем в это лезть, я не очень понимаю Ничего, кроме позора на физиономию России Это не добавляет Результата и эффективности нет Если вы, опять-таки, хотите на этих местах Видеть каких-нибудь мрачных черносотенцев У которых лунные бороды в шее И они ходят в лаптях И говорят только о духовности Они катаются на яхтах Пусть лучше катаются на яхтах Это гораздо более разумное И гораздо более жизнеутверждающее дело Поверьте, яхты Шувалова и мопсы Шувалова летающие Специальными самолетами Корги Это не была самая большая проблема России Ну, какая? Невзоров небольшой специалист в собаках Но Корги очень дорогая Да, простите, простите Я знаю, что... Это извиняется перед женой Шувалов А Волобаев знаю всю жизнь Других собак, как бы, я не очень понимаю и знаю Мы, по-моему, все недавно только про Корги Узнали благодаря Шувалову Эх, тут Евгений у нас как раз спрашивает А вообще возможно ли в России жизнь без коррупции? Обращается он к Александру Невзорову Думаю, что всякая самодержавная структура Обязательно имеет своей главной составляющей Коррупцию в том или ином виде По крайней мере, вся история царской России Вся последующая история доказывает Что коррупция это непременная составляющая И изъятие ее приведет к рушению режима А не один разумный режим этого никогда не допустит Александр Глебович, но вся история самодержавия Русского самодержавия Это и история объединения Соединения власти с православием Давайте на вашу любимую тему А, у нас же сегодня поповедение Перед поповедением вашим вопрос конкретный Кирилл Это патриарх, если вы не знаете Кому вы объяснили сейчас, Виталий Наумович? Справка для московских Это у нас сценический беденок На самом деле его зовут Володя В РФ губернатор решил поставить памятник Ивану Грозному Кстати говоря, в России нет ни одного памятника Ивана Грозного И ни одного памятника Чикатило Тур Какое упущение А ведь найдутся наверняка люди Которые создадут инициативный комиссию Кирилл поддержал эту инициативу Ну, со слов Орловского губернатора опять-таки поддержал Со слов Орловского губернатора, который, правда, сказал, что там, по-моему... Он сбежал в Петербург В Петербург ехал, да Он сбежал, неизвестно... Он ехал в Петербург, когда не было Петербурга просто Понятно, это понятно Но никто никому не придет в ГОС Ставить в упрек Орловскому губернатору чудовищную серость Понятно, что он должен быть человеком Как минимум малограмотным Иначе он никогда не занял бы этого нет Вообще смешно, страшно и противно наблюдать Мне очень жалко вас Мне очень жалко, что люди, которые руководят вами Вот заняты этим бредом Они всерьез обсуждают установление памятника Какому-то древнему замшелому Давно никому не интересному кровопивцу Чикатилу того времени И тратят время на обсуждение этих вопросов Эти люди могли бы книжку прочесть Старушку через дорогу перевезти В конце концов Забор кому-нибудь поправить Они всерьез обсуждают памятник идиоту Идиот идиот, но уничтожил много людей Да, конечно Применительно к этой истории Тут в словах Орловского губернатора Есть одна фраза Он говорит, они никогда не канонизируют Ни Петра Первого, ни Ивана Грозного Никогда За методы управления К ним есть вопрос Но какие мощные государственники Они в истории остаются навсегда Вот вам не кажется, что у нас культ Мощного государственника Он такая родовая травма Проходит через столетия Да, правильно Только нахрена была нужна эта государственность Для того, чтобы дать плоды 1937 года Для того, чтобы дать закон о кухаркиных детях Для того, чтобы дать Первую мировую и Вторую мировую Для того, чтобы унижать Насиловать И оставлять без образования Света И каких бы то ни было Назерст миллионы человек Для того, чтобы какие-нибудь Люди, которые сегодня Ну вот сегодня мы знаем, что Идеализируется крепостное право Но те, кто его идеализирует Не понимают, что Это их жены В случае установления Возвращения крепостного права Стали бы выкармливать Грудью мобса Шувалова Да И Вот Когда идет речь О сохранении Российской государственности Сперва нужно спросить А нахрена ее было сохранять? И что это за подвиг такой? Все задумались Да По поведению? Да, по поведению У нас сегодня замечательный день Я вас поздравляю Сегодня у нас Симеон Юрозев Это очень любопытный персонаж Это персонаж Той глубокой древности Когда возникли Первые попы на Мерседесах То есть Принятие Обязательность И Жесткость Христианской Парадигмы И Ее Всепроникновение В общество Было настолько сильно Что Люди Обладавшие Священным саном Могли вытворять Все что угодно И вот был такой Симеон Юрозев Это город Седеса Что себе он позволял? Обычно Этот монах Носил на шее Гигантские связки Колбас А в руках Держал Специальные склянницы С горчичным соусом Он очень любил Ввариваться В женские бани И купальни Он дважды был По сути дела Судим И уличен В изнасилованиях Он привязывал Периодически Будучи в приятном состоянии Себе к ногам Дохлого собака И вот в таком виде Путешествовал по городу И надо было Каким-то образом Его дико Дозерживать Его никто не осмеливался Потому что Это был Христианский монах И он постоянно На каждом шагу Раскрыл христианскую Риторику Того времени Сколько это был Тогдашний поп На Мерседесах То есть Существо неприкосновенное То вопрос Симеоном Был решен Просто Его причислили К лику святых И все его Дикие походы Забегания В женскую баню В купальни Изнасилования Колбасы Сообразные выходки Он очень любил На улице Ставить подножки Людям И валить их В грязь Диким хохотом Это было Объявлено Признаками святости Примерно То же самое Происходит И сейчас Потому что Мы видим Что Попыта Они сильно Не изменились Вот такой вот Сегодня Замечательный Святой Вас просит Дать оценку Вчерашнему Крестному ходу Который Прошел в Москве И был приурочен Ко дню ВДВ Пишет человек Нам на смс Меня досталось Средневековье Комментирует Эту историю Вам как Как вы Характеризуете Такое сочетание Молебен Потом пьянка И Нет Потом они В фонтане Попа утопили Или десантника Я не знаю Попа утопили Ну там Я так не понимаю Он сам Он сам Да Ну понятно То есть А крестный ход Был с участием Пьяных ВДВшников Или без Ну он был В первой половине дня Насколько я понимаю Наверное Наверное Содержание алкоголя Там было меньше Ну мы знаем Про то Что церковь Очень навязчиво Лезет Вовсюду Да Если бы они Просто исповедовали Своих там Богов И придерживались Всех этих Неолитических Древних Дремучих Сказок Это их Радости В которые Мы не собираемся Лезть Но к сожалению Они пытаются Навязывать их Всем И лезут Во все Структуры В том числе И армии Ну а что взять Собственно говоря С десантников У них профессия Не думать А разбивать Об голову Кирпичи На показухах И тонуть В фонтанах Поэтому Ожидать Что десантники Могли как нибудь Адекватно Отреагировать На появление Попов В своих рядах Ну по меньшей мере Глупо Как вам кажется А почему Вот Виктор Шандерович У нас на сайте Пишет об этом И у себя В фейсбуке Почему на Один день в году Наши правоохранительные органы Как-то скукоживаются И разрешают Десантникам Делать все Что угодно И вот он Пишет об этом Главное правило В этот день Для тех Кто не служил В ВДВ Не попасть под раздачу Вот с чем это связано Какой-то Страх Это не страх Ну во-первых Это немножко не так Здесь Шандерович Я полагаю Чуть-чуть Сгущает краски Ему позволительно Он Делает это Чаще всего Очень неплохо Но Сгущает Избыточно Потому что Поверьте мне Не так уж сильно Милиционеры Боятся Пьяных Десантников То есть Ну это Некое Художественное Допущение Которое Допустил Шандерович И Нужно К нему Отвращаться Ну слушай Шандерович Опирается На фактуру Вот Газета РУС Сообщала Как раз По итогам Вчерашнего дня Что Несколько Десантников Понятное дело Что не все Они себя так ведут Несколько Десантников Зашли в Московское Кафе И устроили Там погром И дали Нескольким Пустителям По Роже И как Сообщат Владельцы Заведения Там Полиция Приехала И никакого Разбирательства Не было Никого Не задерживали Это один Из примеров Ну Вот Понимаете Не готов Я каждый Отдельный Пример Комментировать Но Я пронаблюдал С большим Удовольствием Как Героев Донбасса Героев Лугандона В Москве У вас Недавно Судили И осудили На 8 лет За попытку Вымогательство Денег В банке Югра Если не ошибаюсь Это Лугандонцы Приехали В Москву И опять Таки Все в своих Нашибках Все в своих Андреевско-Лугандонских Флагах Колорадских Ленточках Стали Трясти Бедный Банк Югра Требуя С него 300 миллионов И тут же Появились Цель была Благая Они как раз На развитии ЛНР ДНР По-моему Мы знаем Это развитие И мы знаем Куда бы эти деньги Попали в реальности Но Совершенно не важно Важно Что тут Правоохранители Сработали Очень жестко И четко Если у нас еще Время Или успеем Я думаю Что нет Нам сейчас Нужно сделать Небольшой перерыв Буквально Несколько минут Для слушателей Напомню Номер телефона По которому Можно задавать вопросы Плюс 7 985 970 45 45 Персонально Ваш Сегодня Александр Невзоров Сейчас небольшая Пауза Скоро вернемся Персонально Ваш Персонально Ваш 15 часов И 35 минут В Москве В Санкт-Петербурге Александр Невзоров Сегодня персонально Ваш Там же Виталий Дымарский Здесь Алексей Нарышкин Оксана Чишин И не только Алексей Венедиктов Пришел к нам В студию Добрый день Александр Глебович Саш Добрый день Привет Мне просто сказали Что ты сильно Не любишь Когда тебя поздравляют С днем рождения Я конечно Не удержался Прийти поздравить С днем рождения Ну естественно А зачем вам другие Вот Я желаю тебе Еще столько же Сидеть в эфире Эхо Москвы Сколько ты прожил Лет в своей жизни Но поскольку Рядом со мной Саш Человек Не очень Поживший То позволю себе Задать вопрос Скажите пожалуйста А что в этом году Самое главное Событие Которое было у вас Ой У меня каждый день Какие нибудь события И если говорить о том Вы Какую имеете ввиду Мою жизнь Ту которую вы имеете ввиду Поверхностная Медийная Или та Которая подлинная Нет Поверхностная Медийная Совсем с другими Поверхностно Медийная Да Нет Ну там Множество Всяких событий Множество Прежде всего Это Конечно Эхо Москвы Все я пошел Тогда продолжать Все я это Я добился Я же должен был Виндиктову сказать Я не пишу Это Как вы Я ему пишу записки Эхо Москвы Эхо Москвы Это все таки я А ну на этом Сошлись Оксан Поехали Конкурс Считаем закрыт Конкурс лицемеров Считаем закрыт Я победитель Оксан Та-дам Ну тема лицемерия Хочу продолжить Ту которая была у нас До новостей И новости нас на ней Прервали Это важный момент Вот кстати говоря Оксаночка Извини Я же говорю Про Лугандон Про вот эту Донбасскую историю А поскольку Она меня грызет Сверлит И Не дает мне покоя Я ведь понимаю Что сейчас Все эти люди Из России Которые прошли Лугандонские окопы И Лугандонские бараки Ведь они же Прошли Не школу даже А некий Университет Сепаратизма Они на своем Примере Убедились О том Что сепаратизм Это так легко Надо всего лишь Захотеть Нажраться И взять в лапы Автомат Калашенкова Вот К чему Это приведет В России Когда Вся публика Которая Натренировалась В сепаратизме Именно в сепаратизме И убедилась Что сепаратизма Это действительно Очень просто Как всякое Деструктивное Как всякое Разрушение Как всякое В общем-то Ну Серьезно Изъязвляющее Нашу реальность Действия Это очень просто И вот сейчас Эти все Выходцы Из университета Сепаратизма Волей-неволей Свои сепаратистские Привычки Начнут тащить В Россию И вот тогда Та власть Которая Так долго Подкармливала Донбасскую Мерзкую Донбасскую Войну Ракетами Гречкой Уродами Уголовниками Техникой Соляркой Вот тут Она начнет До крови Чесать себе Загривок И задумываться Над тем Что же она Наделала Ну вот смотрите Вы говорите Что они В какой-то момент Поняли Что им достаточно Взять оружие В руки И там Как вы сказали Нажраться Да Но на самом деле Есть еще третье Важное обстоятельство Еще важно Чтобы твои желания Совпали с Неким одобрением Которое должно Вот так Разливаться в воздухе Да Когда Эти намерения Будут не совпадать Так что же Тут государство Хорошо умеет сажать Когда действительно Хочет этого Ну не забывайте Что мы сейчас Говорим не о каких-то Конкретных Реальных ситуациях Мы говорим О методике Мы говорим О ощущении Необыкновенной Простоты Этого дела Да Как можно От любой страны Брать Откусывать И отламывать Любые территории Там где Чуть-чуть Подослабело Государство Ведь не всю Жизнь Будут Маршировать Железные Золотовые И не всю Жизнь Лапа Кремля Будет обладать Такой Хваткостью И такой Жесткостью Как сегодня Да Мы прекрасно знаем Что эта лапа Слабеет Пролизуется Отсыхает Что с ней происходит Множество Всяких Удивительных Метаморфоз И тогда Все эти люди Которые знающие Которые знают Простоту Создания Сепаратистских Ситуаций Наверняка Применят Свои знания На практике Мы говорим Только об этом А одобрение Ну что одобрение Мы же знаем Что публика Те самые Там 80 Или 96% Они же вообще Покорны Они покорны Любым ситуациям И Уверяю вас После того Как Донбасс Будет освобожден Вероятно От захвативших Его уголовников Все те Кто сегодня Рыдают О любви К Новым Республикам Поднимут Жовто-блокитные Флаги И запоют Про То Как Украина Велика И сильна Предлагаю Переехать в Европу Откуда Впрочем Александр Глебович Только что вернулся И как он мне Рассказал перед эфиром Он даже побывал В лагере беженцев Да Это Небольшой кусочек Будет называться Своими глазами Так что Как Что это Какое впечатление Все это на вас Произвело Насколько это все Опасно А где были то Не опасно Ну я был в Европе Скажем так Там где я читаю Лекции И работаю И я Наблюдал Большой лагерь Беженцев На границе Между Италией И Швейцарией Могу сказать Что никаких Особых Драм Никаких особых Кроветворных Или душераздирающих Историй Не расскажу В основном Они заняты Только тем Что они Создают вокруг себя Чудовищную помойку Это правда И это Главная их проблема Но вместе с тем Понятно Что Вот это вот Состояние Испуга Перед беженцами Состояние Шока И состояние Отчаяния При виде Всех этих Африканских Толб Это очень Дилетантское Очень глупое Состояние Ведь что Европа же Очень Прагматична И поверьте Всякие разговоры О любви К ближнему Они имеют Простую Экономическую Подноготную Конечно Всех этих людей Которые сейчас Оказались в Европе Очень Благодеяние Для Европы Я говорю Это вполне Серьезно Ну да Возможно А теракты Ну Мода на теракты Рано или поздно Сойдет До тех пор Пока это Лучший способ Продемонстрировать Свою религиозность В первую очередь До тех пор Пока Теракты Это Лучший Самый дешевый Самый примитивный Способ Заявления О себе На весь мир До тех пор Это будет модно Но рано или поздно Теракты Надоедят Самим террористам Тогда вероятно Теракты прекратятся Не раньше А вы сказали Про дефицит рабочих Да Не дефицит рабочих Не дефицит рабочих Здесь мы Как раз Говорим про то Что И итальянцы И швейцарцы Порой маются И не могут Найти себе Достойную работу Но На самых низовых На самых грязных На самых примитивных Должностях Конечно Нужны Европе необходимы Эти люди И здесь Нужно понимать Европейских лидеров Которые Очень сознательно И очень правильно Ведут свою политику К сожалению В России Все эти толпы Таджиков И узбеков Которые прибывают К нам Мы Не заякореваем Мы позволяем Им оставаться Гастролерами Хотя в России Сейчас Очень нужны Люди Которые не утратили Способность К примитивному Физическому труду Ну подождите Но у нас же Мне кажется Полно есть Полно есть Наших с вами Соотечественников Которые Вместо того Чтобы взять Метлу в руки Пускай за малые деньги Они предпочитают Не знаю С утра встать И забрав у жены Деньги Пойти бухать И как бы Перспектива Весь день Мести двор Она Их абсолютно Не радует Совершенно верно И точно так же Они не хотят Водить маршрутки Они не хотят Убирать В пиццериях Они вообще Ничего не хотят Русские хотят Быть Программистами Директорами Модельерами Пиарщиками Генеральными Директорами И так далее Пусть будут В конце концов Никто им этого не мешает А Никто не мешает Им это делать Но Вот так вот Заякорить И получить Огромное количество Рабочих рук В России Было бы Наверное Очень полезно И вот на этом Простом примере Вы можете понять Мы их заполучили Они к сожалению Свои деньги Которые они зарабатывают Здесь Увозят Или пересылают А нужно было бы А те А тем некуда Пересылать деньги Нет Нет Такого нет Вот они Остаются Составной частью Европы И рано или поздно Они конечно Будут ею растворены И это Очень правильно Так подождите А кто Получается В лучшей ситуации Беженцы Которые сейчас В Европе И Европа Их растворит Или мы С таджиками Которые Как вы сами сказали Гастролеры Кому Кому лучше Европейцам Или нам В этой ситуации Будет лучше Безусловно Европейцам Это очень продуманный Очень хитрый Очень Жесткий И циничный Ход С допуском Всех этих людей В Европу Но к сожалению Не все Понимают Представительность Этой мысли Это немножко похоже На рабов А потом Внезапно Крепостное право Кто-то будет Отменять Да Так что ли Потом Отмена крепостного Плава Знаете Они побудут Рабами Потом Они заслужат Право Рабами не быть Если у них Хватит на это Талантов Способностей И Их Отпущенных Им лет жизни А с терактами Просто надо потерпеть Их проблемы Да Пока мода не пройдет Ничего с ними сделать Не удастся Александр Глебович Не могу Пройти мимо Нашего большого друга Сергея Шнура О да О да Он вам не жаловался На выступление Новосибирске Он вообще Никогда не жаловался Ну не на выступление А на реакцию чиновников Надо сказать Что Жалобы и шнур Вещи совершенно Несовместимы К тому же Опять таки О каком шнуре Мы говорим Если мы говорим О шнуре медийном Это один человек А шнур Например Развернутый Обращенный ко мне Совершенно другой человек Матом ругается Толкий Сложный Глубокий Нет Не ругается матом Он может Аккуратненько Там где Нет возможности Занять Матерное слово Но это слово Будет взято В такие вот Воздушные Смысловые кавычки Красивые Органично будет Взгляд будет Скажем так Скорей Сочувствующий И извиняющийся За необходимость Употребления Этого термина Но что это вообще За новая мода Появляется Один человек Православный Просто Какой-нибудь Ударенный Пишет Пишет донос В суд Чиновникам И после этого Под Петербургом Сейчас запретили По доносу Одного человека Целый фестиваль Какой-то музыки Да По доносу Тоже Каких-то Безумных людей Потребов Зависит Пенис Микелорг Да Пенис Давида Значит Здесь пытаются Закрыть Подождите По стране Повсюду Организованы Эти маленькие Общины Эти Так называемые Нынешние Пионерские Лагеря Скаутские Православные Лагеря Станы Вот сейчас Разогнан Со скандалом Безобразный Лагерек Некого Игнатия Лапкина Где детей В первую очередь Знаете Чему обучали Как убегать При появлении Проверяющих Органов И милиции Так Подождите Спасаться в лес Есть методика Которую Эти Православные Люди На полном Серьезе Выстроив Этих детей И учая их Всем этим Дикарским Обрядом Еще и Преподают Методику Как лгать Проверяющим Как убегать Как скрываться Подождите Самое важное Вы здесь На стороне Кого там Очередного Потребнадзора Или на стороне Вот этого Не знаю Православного Активиста Который этот Лагерь Содержал Я на стороне Православного Активиста Не могу быть по определению Мне очень неприятно Наблюдать Как Российскую Федерацию Тащут обратно В неолит Это даже уже Не средневековье Конечно Вот При допуске Попу в школы При попытке Пролонгировать И сделать Шире И массивнее Религиозную Пропаганду В начальных Классах Конечно Вы будете Получать Вот этих Абсолютно Несовременных Нецивилизованных Людей Которые будут Заклеивать Кепками Микеланджеловские Скульптуры Которые будут Писать Доносы Которые будут Возмущаться Шнуром Не понимая До какой степени Этот человек Сейчас является Реальным Зеркалом Настроений В России Он действительно Великолепен Он ведь Он делает Фантастические вещи Ведь он позволяет Людям быть Самим собой Я пошел на его Концерт И я убедился Что он на это чудо Способен Он полностью Стирает 200-300 тысяч лет Эволюции Возвращая Человека В его Родное Истинное Состояние И наблюдать За этим состоянием Очень любопытно Это только он Может Потому что На самом деле Взять и так Поломать Порвать Чьи-то условные Рефлексы Вернув Человека В то состояние Когда еще Эти рефлексы Не было наработано На самом деле Не сложно Но сейчас У современного Человека Такое количество Условной рефлекторики Что надо быть Великим Виртуозным Мастером Для того Чтобы их Так рвать И чтобы рвать Их такими Связками Но его Тем не менее Его обвиняют Согласно закону Не потому что Это мой друг Я говорю А совершенно Объективно Оцениваю его роль Согласно закону Его обвиняют В том Что он в местах Массового скопления Людей Ругается Матуха Но как вы Справедливо Заметили До эфира Не хочу Присваивать Вашу блестящую мысль Господин Демарский Вы же отметили Что эти люди Приходят Послушать Мат Шнура И только за этим Не он к ним приходит Ругаться матом Да Они к нему приходят Они знают Они знают Что будет Они знают Что эта лексика Являются Обязательной И Сильнодействующей Частью этих песен Они приходят За этим И возмущаться тем Что На спектакле Про Гамлета Закололи Датского Принца И писать Тут же Заявление В полиции О том Что было Совершено Убийство Посмотрите Отравленным оружием Какая подлость Я хочу Спасибо У нас мало времени Я очень хочу Две минуты Консультацию Консультацию Поскольку Вы как большой Специалист Всех биологических Процессов Никого Псюду не пугает Не настораживает Эпидемию Сибирской язвы Извините Через час Мы будем В дневном развороте Обсуждать Как раз Пугает нас Что происходит Это опасно Это опасно Это по крайней мере 100 человек По-моему Я знаю Я не очень В курсе всей истории Но я хорошо знаю Что такое Сибирская язва И могу сказать Что на территории России Находится такое количество Различных могильников В которых Эти Поцелуя Будут жить В общем-то И живут вечно И любая попытка Разворошить Эти могильники Конечно Приведет К чудовищным посредствиям И если мы Сейчас можем Говорить о том Что например Там лепра Или Проказ Или какие-то другие Бубонная чума Да В значительной степени Эти болезни Модифицировали Трансформировались И перестали играть Такое значение То что касается Сибирской язвы Могу вас Здесь Обнадежить Она Ну Сохранила свою силу Полностью До наших дней И в том случае Если она будет Распространяться Это будет серьезной проблемой Что нам делать Мне молиться Немало Пока Давайте Забираться с проблемами По мере их поступления Молиться Я предлагаю Нет Молиться Совершенно бессмысленно Смотри Опять-таки Надо определиться Какому богу Какому святому Порядка Порядка Четырехсот Штук Ну У нас Мы трухи перед едой Тоже надо Правильно У нас время Закончилось До следующей среды Я надеюсь Мы вас увидим Увидим через неделю Я теперь в Питере Весь август И половину Все Отлично У нас будет время Выбрать Из четырехсот Богов Спасибо Александр Невзоров И Виталий Демарский В программе Персонально ваш Мы с Оксаной Чиж Продолжим дневной разворот Через минут 10-15 Персонально ваш